34 мигранта, включая 4 младенцев и 11 детей, погибли после того, как судно с ними затонуло у берегов Греции, сообщила греческая береговая охрана. Трагедия, как следует из сообщений СМИ, произошла у острова Фармакониси. К настоящему моменту спасатели подняли на свои суда 68 человек. Еще 29 человек смогли самостоятельно доплыть до берега. На потерпевшем аварию судне могло находиться более 100 беженцев. Канцлер Германии Ангела Меркель в минувшую субботу призвала Грецию усилить охрану внешних границ Евросоюза. Германия накануне объявила о восстановлении пограничного контроля на германо-австрийской границе в связи с ростом потока беженцев. Как ожидается, министр внутренних дел Германии Томас Демезьер объявит о восстановлении системы проверки паспортов на границе между двумя странами, которая была отменена после установления Шенгенской зоны. Только в германский Мюнхен в субботу прибыло более 13 тысяч мигрантов. Министр экономики Германии Зигмар Габиэль считает, что Германия уже приближается к лимиту мигрантов, которых в состоянии принять. Правительство Германии прогнозирует, что в течение нынешнего года в страну прибудет около 800 тысяч беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. В субботу только в Мюнхен приехали около 13 тысяч беженцев. Городоначальники Парижа и Барселоны, а также главы администрации греческих островов Лесбос и Помпедуза потребовали от правительств своих стран оказывать им более значительную помощь для работы с мигрантами. В совместном обращении, опубликованном в испанском издании El País, говорится, европейские города готовы стать прибежищем для беженцев. Государство предоставляет им статус беженцев, но убежище предоставляет именно города. Наши муниципальные службы уже работают над планами по обеспечению хлебом, убежищами и уважением всех, кто бежит от войны и голода. Но все это требует помощи со стороны государств, говорится в обращении. Десятки тысяч человек принимают участие в акции протеста, которая проходит на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Митинг против действующей власти организован гражданской платформой DA «Достоинство и справедливость». По оценкам полиции, на площади собралось уже около 15 тысяч человек. Люди продолжают приходить в организованными колоннами. Они приехали на автобусах, которые припаркованы в разных районах Кишинева. Они приняли резолюцию, в которой требуют досрочных парламентских выборов, отставки президента и проведения всенародных выборов главы государства. Сменное руководство силовых структур, возврата украденного из банковской системы – миллиарда евро. Участники манифестации выступают за европейскую интеграцию, считая, что нынешние власти исказили суть европейской интеграции, занимаясь воровством под прикрытием красивых лозунгов. Более 300 боевиков лояльных группировки «Исламское государство» были уничтожены армией Египта с начала операции на Синайском полуострове, сообщили журналистам египетские военные источники. Только за выходные, по их словам, были убиты 64 радикальных исламиста, погибли также 7 военнослужащих правительственных войск, двое из них в субботу. После свержения в 2013 году в Египте президента Мохаммеда Мурси, принадлежащего к радикальной организации «Братья-мусульмане» на Синае, не прекращаются теракты и нападения на полицейские участки и армейские подразделения, организуемые его сторонниками-исламистами. Всего, по данным Службы безопасности Египта, в результате этих действий погибли сотни верных правительствам военных и полицейских. Тысячи людей вынуждены покидать свои дома из-за бушующих на севере американского штата Калифорния лесных пожаров, сообщают местные СМИ. Распространению пожаров способствует сильный ветер и высокая температура. Огнем уничтожены уже сотни домов. По данным властей, в процессе тушения пожаров ранения получили четыре огнеборца. Сообщается, что на борьбу с лесными пожарами на Западе США в текущем году уже израсходовано 1,2 млрд долларов. В рекордном с точки зрения пожаров в 2002 году было истрачено 1,6 млрд долларов. Генерал-майор Абдухалим Назарзада, бывший заместитель министра обороны Таджикистана, жив и с остатком своих сторонников, находится в окружении силовиков, заявил накануне секретарь Совета безопасности республики Абдурахим Кахаров. Таким образом, он опроверг данные о его уничтожении в ходе боя, полученные рядом СМИ из источников. Генерал по-прежнему находится в Раменском ущелье, в 150 км к востоку от Душанбе. МВД Таджикистана также накануне сообщило о задержании очередных пяти сторонников Назарзады с оружием. В Алматы суд арестовал женщину, выбравшую двое своих детей из окна пятого этажа, говорится в сообщении городского суда. 12 сентября 2015 года районным судом Бастандыкского района города Алматы на выездном процессе в больнице, где госпитализирована подозреваемая Кулмамырова, вынесено и оглашено постановление о санкционировании содержания под стражей Кулмамыровой. Сроком на два месяца, говорится в сообщении. Напомним, 5 сентября в Алматы с балкона пятого этажа женщина выбросила двух своих детей, а затем прыгнула сама. Одна из девочек восьми лет скончалась на месте происшествия, вторая девочка возрастом около полутора лет была доставлена в первую городскую детскую клиническую больницу. Сама женщина была госпитализирована в центральную городскую клиническую больницу. Руководитель управления строительства Карагандинской области Тимиргали Дюсинбаев арестован судом по подозрению в хищении бюджетных денег. Как сообщили агентству Интерфакс Казахстан, в канцелярии Казыгбекбийского районного суда номер один Караганды в отношении Дюсинбаева санкционирована мера пресечения арест сроком на два месяца. Из ходатайства следователям следует, что выявлено хищение в размере более 100 миллионов тенге. По версии следствия, с одобрения подозреваемого незаконно была подведена теплотрасса на бюджетные деньги непосредственно до теплового пункта, расположенного на территории частного тепличного комплекса, тогда как по проекту допускалось подведение теплотрассы только до границ частного теплового пункта. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте www.rikotv.kz Продолжение следует...